Ради Хабиров поручил главам районов предотвратить вспышку африканской чумы свиней и птичьего гриппа на территории Башкортостана. О сложной эпизоотической ситуации в соседних регионах глава республики рассказал на оперативном совещании в правительстве. Напомню, что за последний месяц зарегистрировано 18 вспышек африканской чумы свиней в 8 субъектах страны. В ближайшей к республике очаг на территорию охотхозяйства Альметьевского района Татарстана. Кроме того, в результате вспышек высокопатогенного птичьего гриппа в Альметьевском и Зеленодольском районах Татарстана уничтожено 5000 голов гусей и 185 тысяч голов индейки. Управление Россельхознадзора по республике Башкортостан усилить контроль за перемещением живых животных и птиц и продукции сырья животного происхождения в целях недопущения заноса и распространения особо опасных болезней животных. Второе. Министерство природопользования и экологии обеспечит снижение плотности популяции дикого кабана на территории республики до рекомендованного правительством Российской Федерации показателей 0,25 особей на 1000 гектар. Напомню, что на прошлой неделе в торговых сетях региона найдена крупная партия печеночного паштета, в котором обнаружили геном африканской чумы свиней. Более 500 килограммов продукта было сожжено. Корпорация развития республики будет размещена на базе Центра управления регионом. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Он подчеркнул, что это позволит инвесторам оперативно получать всю необходимую и актуальную информацию для запуска бизнеса. Сейчас строители уже монтируют кровлю, перегородки, витражи и фасады. Кроме того, подведены инженерные коммуникации. Андрей Назаров ознакомился с ходом строительства и отметил, что несмотря на задержки по поставке импортного оборудования из-за ограничений в период пандемии, объект может начать работу уже в марте. Мы уверены, что этот объект не просто нужен, но жизненно необходим при сегодняшнем современном мире, когда принимаются решения достаточно оперативно, поэтому нужна постоянно объективная информация. Башкортостан пошел по такому пути, чтобы сделать не просто обратную связь от жителей, а мониторить всю экономику. Думаю, что потом и другие регионы России, глядя на нас, тоже пойдут по этому пути. Напомню, что решение о создании ЦУРа в Башкортостане было принято в конце 2019 года. Тогда сообщалось, что в его строительство вложат порядка 540 миллионов рублей. Центр будет разделен на 11 блоков. Это отделы, отвечающие за работу ЖКХ, твердокоммунальных отходов, благоустройства, а также социальных коммуникаций, общественного транспорта, дорог. Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где создается свой центр управления. 222 миллиона рублей направят на ремонт подъезда в Башкортостане в 2021 году. Средства выделят из региональной казны. Об этом в социальных сетях сообщил глава республики Ради Хабиров. Всего в этом году в регионе планируют отремонтировать 306 подъездов в 112 домах. Уже проведены собрания с собственниками жилья, на которых были утверждены проекты ремонтных работ. Всего с начала реализации программы по комплексному ремонту подъездов за два года отремонтировали более 6000 входных групп в 2069 домах. Напомню, в январе региональный оператор капремонта уже определился с подрядчиком на ремонт подъезда в Уфе. В столице республики приведут в порядок 260 подъездов в 95 домах. Из регионального бюджета на эти цели выделят 208 миллионов рублей. Также в этом году на благоустройство порядка 140 дворов в 21 муниципалитете выделят 742 миллиона рублей. Средства направят из региональной казны в рамках программы «Башкирские дворики». В Башкортостане запретят вырубать липовые деревья вблизи пасек. Кроме того, планируется восстановление лесов в Иглинском, Архангельском и Нуримановском районах, сообщает региональный Минлесхоз. Ранее на массовую вырубку лип для деревообработки жаловались пчеловоды. Особенно обострилась ситуация в Иглинском и Нуримановском районах. Кроме того, по данным Минсельхоза, крупнейший в республике переработчик древесины создаст липовый питомник с отборными сортами. Таким образом, планируется довести посадку лип в регионе до миллиона саженцев в год. Напомню, регион занимает лидирующее место на карте липовых лесов России. Так они составляют почти половину площади всех липников страны. А именно, 1 миллион 300 тысяч гектаров. Отмечу, что именно башкирский липовый мед считается брендом республики и пользуется популярностью на международных выставках. Башкортостан вошел в десятку лучших туристических направлений России в 2021 году. В число популярных направлений также вошли Крым, Абхазия, Краснодарский край, Карелия и Кемеровская область. Данные приводит сервис бронирования жилья Твилру. По данным сервиса, туристы в среднем тратят на бронирование от полутора до восьми тысяч рублей. Длительность путешествий составляет от трех до десяти дней. По данным экспертов, посуточная аренда жилья в Башкортостане для туристов в среднем обойдется в четыре тысячи рублей. При этом в Крыму эта сумма составит 1555 рублей. Примечательно, что самое дорогое жилье среди популярных направлений в Кемеровской области. В регионе за сутки туристы в среднем платят порядка восьми тысяч рублей. Дешевле всего взять аренду апартаменты в Ставропольском крае. Они обойдутся всего лишь в полторы тысячи рублей. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.